Издевка судьбы позвольте рассказать вам историю одного Шинаби Нарута Намикадзе, который родился 10 октября в деревне Кинаха, находящейся в стране огня. Его отец был четвертым Хакаги Минато Намикадзе. А мама Микото Учиха из клана Учих, сестра главы клана. Немного опишу самого Нарута черноволосый мальчик с голубыми глазами. Он рос очень смышленым. Даже несмотря на то, что его отец часто пропадал на работе и Микоте приходилось самообъяснять много сыну, чтобы Нарута не сердился на отца, у которого и так много проблем. Намикадзе младший понимал это и просто улыбался в ответ маме. Когда Нарута уже стукнула 3 годика, он по-тихому выходил из дома и ходил в кланучах, где любил играть с Аске Учиха и Тачи, который смотрел за детьми. Но в один момент, когда они игрались, Нарута нашел Лакуну и бросил его в дерево. Это увидел и Саски и тоже бросил оружие. Но никогда не бывает все просто так. В этот момент в месте, куда полетел Куна и появился Шиноби и отразил его. Этот Куна и попал в Нарута, который только и смог повернуть голову в попытке уклониться от опасности. После чего Куна и полоснул ему по шее. Поняв свою ошибку, Шиноби доставил Нарута в больницу. После чего все сказал Хакаги и объяснил, что да как. Минато понимал, что многое происходит случайно. Главное, что сын жив, а остальное было неважно. Ведь хоть Минато пропадал на работе часто, но наблюдал за сыном используя клоны или Хироишин. Микота, прибежав в больницу, начала осматривать сына и посмотрела на врача. «Шрам останется, Микота», — сказал врач и вышел из палаты. «Сильно больно, сынок?» — спросила женщина, прижав Нарута к себе. На что Нарута хотел что-то сказать, но взялся за горло и посмотрел на мать с слезами на глазах. «Сука!» — прижав Нарута сильнее к себе, сказала Микота, поняв, что Нарута не может говорить. Микота выпустил Ики и появился Намикадзе, которому Микота все объяснила. Намикадзе позвал врачей из больницы и клановых медиков, чтобы они осмотрели Нарута и поняли, почему он не может говорить. Ведь ничего не было за Дито. Но никто не мог ничего понять. Многие начали думать, что кто-то специально навредил сыну Хакаги. На что маленький Намикадзе просто встал с койки и отправился домой. По дороге он встретил Фугаку Мучху с кушаной и Саски. «Ты как?» — спросил Фугаку, смотря на мальчика. На что Нарута кивнул головой и показал на шею. После чего появились Минато с Микотой. «Что с ним?» — серьезно спросил Фугаку, показав на Нарута. «Он не может говорить. Никто не может понять причину этого», — ответила Микота, смотря на землю. Ведь она не могла смотреть в глаза брату. Ее было стыдно, что не смогла уберечь сына. «Тебя ждет очень трудная судьба, Нарута точка, но знай двери нашего клана всегда открыты для тебя», — сказал Фугаку, присев и тем самым оказавшись на одном уровне с Нарута. На что Голубоглазу взял Саски за руку и они побежали по деревне. Начало. Так проходило время, Минато с Микотой спустя время смогли свыкнуться с мыслями, что их сын молчит, сам Нарута, просто кивал головой, порой просто уходил от разговора. И так прошло четыре года и юному на Микадзе пришлось сидеть в Академию Шиноби. К чему он относился нейтрально? Мальчик понимал, что ему это пригодится в жизни рано или поздно. Он был в классе с Саски, где они сидели за одной партой, поскольку Саски понимал, что Нарута гораздо начитаннее, чем он. «Так дети, я Умина Ирука, ваш классный руководитель на ближайшие пять лет. Вы можете меня называть Ирука Синси или Ирука Сан. А теперь по одному выходите и представьтесь, чтобы вы все знали друг друга», — сказал Ирука, подходя к столу и, сев за стул, взял бумагу. Дети выходили по очереди. И остались только двое — Саски и Нарута. Брюнет хотел уступить своему другу, но что на Микадзе закивал головой, что нет в этом необходимости. И Саски нехотя пошел вниз под визги девушек. «Эх», — выдохнул Учхо. «Я Саски Учхо, что люблю или ненавижу, вам не нужно знать», — договорив Учхо, отправился на место. «Эй ты! Вставай давай!» — выкрикнула девочка, показывая пальцем на Нарута. Нарута пожал плечами и вышел. Он взял свое личное дело и прикрепил его к доске с пользой куны. Воскочка, кто-то выкрикнул из аудитории. «Это Нарута на Микадзе!» «Он молчит, так как не может разговаривать», — сказал Саски, подходя к черноволосому. «Что?» «Намикадзе?» Началось перешептывание. «Нарута, Хакаги мне сказал за тебя. Ты мог не вставать, я бы сам тебя представил», — сказал Урока, зная проблемы юного Намикадзе. На что Нарута пожал плечами и пошел на выход из аудитории. «Эй, кретин, урок еще не закончен», — крикнула девочка и бросила ручку в мальчика. Нарута поймал ее двумя пальцами и бросил назад так, что ручка воткнулась в руку девушки, которая начала кричать. «Все видели, что это была самооборона», — сказал Саски, понимая, что у друга могут быть проблемы из-за этого. «Что раз отец Каги, то все позволено». Кто-то пизданул тихо. Услышав это, Саски ушел в сторону, поскольку узнал, что Нарута никогда не прикрывался отцу, но получал по заслугам, как и полагается. Посмотрев с презрением, сын главы деревни думал, что сможет понять, кто это сказал. Но в ответ была тишина, и Намикадзе покинул аудиторию. «Дети, не думайте, раз он сын Хакаги, то ему все позволено». «Вы очень многое еще не знаете в жизни», — сказал Рука и взял документы. «На сегодня все, завтра начнутся уроки», — договорил Умена и покинул класс. Спустя пару минут Нарута с Саски уже были на улице, где направлялись по домам. По дороге они наткнулись на забияк, которые не могли успокоиться. Намикадзе и Учиха никогда не давали себя в обиду и смогли постоять за себя. Пробуждение. Придя домой, Нарута покушал и пошел на полигон за домом, где начал бросать куна и сюрикены в манекены. Микота знала, что Нарута пропадает на полигоне все свободное время. Она, как могла, помогала Наруту в этом деле. Даже научила и объяснила сыну, как пробудить очаг чакры. Но пока у юного Намикадзе не получалось это сделать. Поэтому мальчик начал увлекаться кунаами и тайдюцу. В тайдюцу ему помогал Майтагай, сильнейший Шинаби Канохи, который владеет тайдюцу. Правда часто он не мог тренировать Нарута из-за большого количества долгосрочных заданий. Еще малыш тренировался с Ассума Сарутаби, который понимал потенциал Намикадзе с генами Учихи. Так прошло два года, в Академии Шинаби Нарута не было равных. Он с Саски были всегда на первых местах по успеваемости. Чему сильно были удивлены учители, так это тому, что Черноволосый знает, куда больше и остальных детей глав кланов. Но Намикадзе было все равно, что говорят про него, хотя его часто нахваливали, говоря, что из него вырастет достойный Шинаби. Фугаку тоже это понимал и часто звал Нарута тренироваться с Саски в клане Учих. Но мальчик отказывался, говоря, что ему лучше тренируется дома. Из-за этого его мдачий сын приходил домой к Намикадзе, где иногда их двоих тренировали Гайли и Асума. Когда пришло время, пока осел в Академии, Нарута показал свой максимум в тайдюцу и сюрикенах. При этом присутствовал Минато с Анбу и Хирузином с Арутаби. «Минато, ты должен понимать, что место Нарута — это Анбу», — сказал третий Хакаги, покуривая свою трубку. «Ему еще рано», — ответил Намикадзе, понимая, что Хирузин прав. «С его потенциалом он сможет быстро стать капитаном», — высказал свое мнение ворон, появившись рядом с Каги. Во время этого разговора Нарута проходил мимо и отрицательно махнул головой. Этим парень показал, что у него есть свое мнение и он не вступит в Анбу-Канохи. Чем сильно удивил Каги, которые всегда ставили Анбу в первые ряды как отличных Хшиноби, на которых можно положиться в любой момент, чтобы не случилось. После чего Нарута показал на повязку Асумы, который стоял неподалеку. «Ты же не думаешь, что один туда пойдешь?» — спросил Саски, присев рядом с другом. «Значит по стопам Асумы пойдете. Что же, я буду только рад, если у нас появятся стражи», — с улыбкой и пониманием ответил Сарутаби. Так и еще полчаса они любовались за показухой остальных учеников. Минато все это время смотрел за каждым, чтобы сделать выводы для себя, чтобы знать, кто на что способен уже сейчас. Когда все закончилось, от Нарута и Асумы уже след простыл. Как будто их тут никогда и не было. Ведь нельзя отследить того, у кого нет чакры. Чем пользовались два друга и часто скрывались от родных, предпочитая тренироваться наедине. Так прошло полгода и Нарута смог пробудить очаг чакры. Микота поняла, что пора пробудить сыну Дадьюцу клана, поэтому отвела его к Фугаку. Там она встретила Шисую и Чахасатачи, которые вернулись с задания и прогуливались по клану. Женщина рассказала, что Нарута пробудила очаг чакры. Чем решил воспользовался Шисую? Ведь он знал, как пробудить Дадьюцу. Загнав Нарута в Гендюцу, его сразу выкинула оттуда. Не понял, сказал Шисую, поскольку он не мог загнать парня в Гендюцу. Нельзя загнать в Гендюцу того, на ком стоит защита, ответила Микота и отправилась к Фугаку. Через пять минут они уже были в доме главы клана. Там Кушина сняла защиту и Фугаку смог сделать парнем то, что ранее пытался сделать Шисую. Так юный Намикадзе пробудил свой Шаринган с одним Тумая. После Нарута сразу отправился к Саске, чтобы пойти с ним тренироваться. Как бы Фугаку с Кушиной и Микота не пытались отговорить, говоря, что глазам надо отдохнуть. Но Нарута было все равно. Ведь он обещал Саске, что они вместе будут тренироваться. Команда номер семь. Но недолго семья Хакаги могла радоваться, что Нарута пробудил Шаринган. Ночью, в этот же день, Намикадзе собрал вещи и спустился вниз, где был Минато. Далеко собрался? Задал вопрос Минато смотря на сына. На что Нарута отвернулся от отца и пошел отдавать обувь. «Сынок, ты пойми, мы с мамой очень сильно тебя любим. И не хотим, чтобы ты пострадал», — сказал блондин и подошел к мальчику. «Я никогда не буду тебя отговаривать от твоего выбора, когда я буду нужен, воспользуйся им», — договорил Намикадзе и дал сыну свой куны с меткой бога грома. После чего Минато обнял сына и отошел в сторону, давая понять, что он не против того, чтобы Нарута отправился куда ему хочется. Ведь насильно мел не будешь. И юный Намикадзе покинул дом и деревню. Утром Минато все рассказал Микате и Нарута отправился в храм огня. Микота долго не могла успокоиться, поскольку туда долгий и опасный путь лежит. В академии всем сказали, что Нарута пока будет обучиться дома. Минато не хотел, чтобы кто-то подумал, что его сын стал отступником. Он все сделал, чтобы тот в случае чего мог получить помощь. Только Саски знал правду с родными, что Нарута нет в деревне. Младший очиха был зол на друга, который оставил его в деревне, а сам ушел, но был рад за него, ведь он понимал, что в деревне ему не дадут покоя из-за того, что его отец Каги. Многие возлагали на Нарута груз, который очень трудно нести. Так прошло два с половиной года. Сегодня был день выпуска из академии. Но не только этот повод радовал Минато с Микотой, а то, что сегодня должен вернуться Нарута в деревню. Ведь он раз в неделю писал из храма, чтобы родители не переживали за него. Когда все будущие генины пришли в академию и сели по местам, последним зашел Нарута с повязкой из храма огня. Чем удивил и Руку и Саски. Он молча прошел за парту и сел около очихи. По дороге он видел эти взгляды в его сторону, в которых была видна злость и непонимание. «Рад, что с тобой все хорошо, Нарута, и что ты выздоровел», — сказал Рука, поддерживая легенду о том, что парень сильно болел. На что Намикадзе кивнул головой и поклонился в сторону Мина. «Все команды по канону, когда пришли за командой восемь, Киба не мог уйти молча. Удача и неудачники с вашим неудачником-наставником», — высказал Киба и в этот же момент выхватил Акуриный. Киба, их наставник Какаши Хатаки, один из элитных джанинов Канохи. И да, насчет неудачников, повязка на Намикадзе достойна уважения. Не каждый шиноби может ее получить. В деревне только двое, у кого она есть. Первый — это Асумаса Рутаби, а второй — Наруто, парировала Куриной, понимая, что Наруто не так прост, как всем кажется. «Правильно думаешь, Куриной», — сказал Хатаки, появившись позади команды номер восемь. «Команда номер семь, жду всех на крыше», — договорил Хатаки и пропал в белом дыме. Их знакомство было почти такое же, кроме того, что Наруто молчал и смотрел на Хатаки. «Наруто, не нужно так на меня смотреть, словно хочешь на меня напасть, я могу же ответить», — высказал Хатаки, убирая книгу. На что Намикадзе активировал шарингом двух тома, отчем удивил Хатаки и Учиху. «Значит, с тобой уже будет проще. Через пару часов жду вас на втором полигоне, где проверю ваши способности, как Шиноби», — задумавшись, — сказал Хатаки и пропал в Шумшине. Наруто не стал долго ждать, положив руку на плечо Саски, они пропали в Шумшине. А Сакура шла своим ходом до полигона, по дороге проклиная Намикадзе, что не взял ее с ними. Когда все уже были на полигоне, Какаши поставил будильник и достал два колокольчика. Испытание было то же самое. Но теперь Наруто с Саски показали свои способности как Шиноби, которые могут работать вместе. А Сакура была лишь как лишняя, просто присутствовала на испытании. Это заметил Хатаки и сразу ее вырубил, чтобы не мешало ему. Тогда Наруто достал два кастета как у Сарутаби и пропитал их чайкрой ветра и напал с Саски на Хатаки. Брюнет использовал стихию огня, а Намикадзе стихию ветра, чтобы увеличить урон от огня. Этому Хатаки был удивлен. Эти двое так хорошо работают в команде из двух. И расслабил внимательность, чем воспользовался Наруто. Используя клонов, он смог забрать колокольчики у Какаши и отдал их сокомандникам, поскольку Наруто уже сейчас может вступить в Анбу и стать после этого джанином С-ранга. «Да, мне казалось, что ты этого не сделаешь», — сказал Хатаки в виде поступок Наруто. На что Наруто пожал плечами и убрав кастеты, пошел на выход. «Завтра в шесть утра в кабинете Хакаги жду вас. Будем получать первое задание», — сказал Хатаки и пропал в Шуншине. Сакура была удивлена. Девочка думала, что теперь она будет с Саски в команде. «Они тут и было. Наруто тоже в команде будет. Миссией, которая изменит все». Так прошло несколько дней. За это время команда Семь выполняла задание в пределах деревни. И вот они в очередной раз получили задание поймать кошку. Наруто хоть и показывал всем видом, что этого его бесит, но сдерживался, чтобы не выпустить свою Ки. Когда уже они вышли из кабинета и направились ее ловить, Намикадзе решил создать клоны и послать его. А сам пошел прогуляться немного. Наруто любил гулять там, где никого не бывает. Но зайдя на один полигон, он увидел Анбуз Данзе Шамурой. Намикадзе скрыл свою чакру на максимум и тихо сидел, слушал, что к чему. «Итачи, ты должен понимать, раз учихи хотят переворот, то многие будут убиты», — высказал Шамура смотря на учиху. «Дайте мне пару дней. Я постараюсь уговорить их, и Шису мне поможет в этом», — ответил Итачи, понимая, к чему ведет Данзе. «Этого времени нету. Сегодня ночью. Ты должен будешь это сделать. Или мы это сделаем сами», — парировала Шамура. «А что говорят Каги?» — поинтересовался Итачи. «Они хотят мира, позная Фугаку, который хочет власти, этого не будет. Готов ли ты, учиха Итачи, взять это задание?» Спросил Шамура, глядя на Итачи. «Нет», — ответил Итачи и пропал в Шумшине. Наруто было интересно, про что они говорили, и он решил пробраться в кабинет Каги. Брюнет знал, когда Минато покидает его и куда уходит. Парень воспользовался этим моментом. Проведя в поисках минут десять по кабинету, Намикадзе нашел документы насчет восстания. «Скажи-ка мне, сынок, зачем они тебе?» Спросил Минато, появившись из тени. Наруто активировал Шаринган и все показал в Гиндюцу отцу. «Мы с Хирузеном еще ищем выход из этого. Но глупые старейшины не хотят идти на компромисс», — с грустью в голосе сказал Минато, садясь в кресло. Наруто взял свиток со стола и открыл его. После чего что-то написал там и передал его Хакаге. «Нет, я приказываю Хакаге забыть об этом», — выкрикнул Минато, видя, что написал его сын на свитке. Наруто на это просто покачал головой и отправился на выход. «Сынок, не трогай кланучих. Даже не думай идти туда с этими намерениями. Не забывай, а нет, твой клан тоже», — напоследок сказал Минато, пытаясь отговорить сына от ошибки. А сам Наруто отправился искать Итачи, чтобы узнать побольше у него. Найдя его, Черноволосый объяснил всё ему в Гиндюцу. «Хорошо, Наруто. Тогда ты возьми старейшин клана, а я старейшин Канохи», — сказал Итачи, понимая, что так можно будет выиграть время. Намикадзу был только «за», ведь он любил кланучих и хотел помочь им остаться в деревне как есть. Но в одном он даже обманул Итачи. Зная, что Фугаку и Кушина видят в Итачи будущего главу клана. Поэтому, когда уже всё было закончено, Наруто убил старейшин клана учих. Зная, что от него этого ждать они не будут никак. А Итачи убил старейшин Канохи. Почти всех, кроме Шимура Данза. Наруто кивнул головой сам себе и, взяв куна отца, вызвал Минато. Наруто в Гиндюцу показал ему, что он убил старейшин Канохи клана учих. Тем самым прикрыл Итачи от наказания и клеим отступника. «Прости, сынок, но ты будешь арестован», — сказал Минато, но не смог этого сделать. Наруто сложил две печати и пропал в Шумшине. Утром всем сказали, что Наруто на Микадзе учиха стал отступником страны огня за убийство старейшин Канохи клана учих. Фугаку понимал, что этим самым Наруто открыл им новые пути, но не верил, что он сделал это один. И допросил Итачи как следует, ведь учихи не было дома ночью. Так Фугаку узнал, что Итачи помог в этом деле юному на Микадзе. Глава клана понимал с делом Наруто и отказался выдвигать его как отступника учихи. Но не было выбора. Будут тогда расследования и Фугаку нехотя согласился. А в этот момент Наруто уже был далеко от Канохи и смотрел фотографии родных, где они все вместе радостные. Появление на Микадзе на задание все были в шоке, что Генин, Канохи, который только недавно выпустился из Академии, стал отступником и убил старейшин Канохи клана учих. И совершил это один, без помощи других. На совете глав клана, где был Ишимура, Наруто на Микадзе был признан отступником и его дело было отправлено для подачи в книгу Бенго, как отступника Беранга. Это сильно ударило поминато с Микадзе. Ведь они сильно любили своего сына и никогда не хотели, чтобы он стал отступником. Но Фугако все объяснил Микадзе лично, что из-за Наруто, теперь все будет хорошо, что многое теперь пойдет только в лучшую сторону для клана и деревни. Так прошел месяц, за который команда Сим выполняла задание. На место Наруто к ним пришел Сайискор Нянбу. Скрытно для всех Наруто один раз появился в деревне в кабинете Каги. Сынок, сказал Минато, видя брюнета поздно ночью. Наруто кинул свиток и пропал в Шумшине. Открыв свиток, Минато принялся его быстро читать. Будете готовы. С этого дня я в организации Акацуки. И убейте Данзе Шумуру, из-за него мне пришлось убить старейшин. Или мне придется сделать это вместо вас, было написано в письме, после прочтения оно сгорело. Главное, сынок, будь осторожен, сказал с грустью Минато, переживая за Наруто. Четвертый не стал никому говорить об этом письме из знакомых. О нем знала только Микота. Но и у Микоты была новость для Минато в виде второго ребенка. На Микадзе хотелось сказать своему первенцу, что скоро будет пополнение. К сожалению, он не мог это сделать, потачу, что даже печать на теле Наруто не работала. Через пару дней команда Сейм была отправлена на миссию в страну Волн. Им нужно было сопроводить плотника до деревни. Дорога по канону кроме того, что за место Наруто был Сай, так было в ключе до боя на мосту. Когда началась битва на мосту, где Саски был очень сильно ранен и мог умереть, появился Наруто с человеком с синей кожей и мечом на плече. — Наруто! — сказал Хатаке, видя на Микадзе в плаще с красными облаками. На что Наруто поднес палец к губам, давая понять, чтобы они молчали. Парень пошел к Забузо, который напал на Хатаке, не видя на Микадзе. — Что за хуйня? — крикнул Забузо, который отлетел в сторону. — Это хуйня Наруто! — Лучше, Забузо, не стоит на него нападать, — сказал кисами, зная, что Наруто не так слаб, как кажется всем. — Что же проверим? — выкрикнул Забузо и напал на Наруто, а Хатаке смотрел на это, чтобы понять, что может Наруто как враг. Только Забузо сделал шаг, как на Микадзе пропал, оказываясь за спиной у мечника Тумана, и подставил кастет к его горлу, пропитывая ветром. — Наруто, не стоит. — Мы тут не чтобы убивать, — с ухмылкой сказал довольный кисами. — Почему ты это сделал? — спросил Саски у Наруто, еле держась на ногах. На что Наруто использовал шаринган и вырубил очиху. Хаку хотела убить Саски, воспользовавшись тем, что он вырублен. Увидев это, Наруто пропитал второй кастет ветром и бросил его в Хаку, пробив грудь, чем сразу убил ее. — Ублюдок, — крикнул Забузо и хотел отрубить Наруто голову со спины. — Эх, пейн будет долго выобываться теперь, — сказал кисами, убив Забузо, чтобы защитить Наруто. — Этот меч твой, Наруто. — Такой меч не должен находиться без хозяина, — договорил кисами и бросил один из семи мечей своему напарнику. Намикадзе посмотрел на Хатаки. — Забирайте Саски и уходите. Ему недолго осталось. Изран он может не дойти до деревни. — Так что поторопитесь, — в Гиндюцу сказал Наруто, загнав Хатаки в него. — Почему ты помог? — спросил Какаши, не пытаясь выйти из иллюзии. — Вам не понять, Какаши-сан, но учихи никогда друг друга не бросят в беде. — Что бы ни случилось, — напоследок сказал Наруто, и они с кисами пропали в Шумшине. — Какаши быстро взял Саски и достал Куны своего сенсия, после чего появился Минато, который забрал Саски в деревню, где его положили в больницу. Через пару дней остальные члены команды семь прибыли в деревню. Какаши в кабинете Кагина и Денис Минато всё рассказал. То, что Наруто убил Хаку, а его напарник убил маму Чизабуза. И теперь Наруто стал одним из семи мечников. Про трёх тамуины и Шаринган тоже упомянул. Рождение — так прошёл месяц и на днях должен был начаться экзамен на Чунина. Но было одно, но за день до начала экзамена в сторону Канохи двигались молча два шиноби в чёрных плащах и с красными облаками. Уже когда они были около моста, который ведёт к воротам, появились два джанина. — Кто такие? — спросил Асума, смотря на незнакомцев. Наруто, приподняв шляпу, активировал Шаринган. — Чёрт! — сказала Куриной, понимая, что это Наруто и Кисами, про которого все знали из книги Бенва. — Наруто, ты должен понимать, что я не могу тебя пропустить дальше и обязану арестовать тебя, — сказал Асума, доставая кастеты. Кисами хотел достал Сайми Хадзе, чтобы помочь Нами Кадзе, но Наруто схватил его за руку, давая понять, что пока рановато показывать козырь, и они отпрыгнули чуть назад. — Да, Наруто, ты стал быстрее, чем в детстве, — сказал Гай, смотря на ученика. Неожиданно для всех появился Минато Санбухакаги. — Никому не нападать без приказа, — сказал приотказным тоном Минато, смотря на сына. — Минато на Микадзе, жёлтая молния Канохи, — сказал Кисами, видя перед собой Шиноби, который стал легендой при жизни. — Куриной, Асума, возьмите на себя Кисами. — Я возьму его, — ответил Минато и напал на Наруто. Этого Наруто ожидал и, загнав Минато в Гиндюцу, показал прарачимару, который покинул их организацию, про его план. В иллюзии Минато сказал, что скоро у Наруто будет брат или сестра. На что Наруто улыбнулся впервые за долгое время. Подойдя к Кисами, они сложили печати. После чего появилась большая волна воды, в которой пропали оба отступника. — Хакагисама, вы как? — спросил ворону Каги, понимая, что он был в Гиндюцу. — Всё хорошо. Об этом никому ни слова. — Расходитесь по делам, через час начала первого этапа, — спокойным голосом ответил Минато, а пропал в жёлтой вспышке. Первый и второй этап прошёл спокойно, поскольку Минато усилил защиту деревни и всех сенсоров расставили по местам так, чтобы они сразу могли почувствовать посторонних. На третьем этапе только Гара отличился и потерял контроль над Биджу. Но на Микадзе с Фугаку смогли быстро его подавить. Из команды семь Саски и Саи получили звоняние Чунина, а Сакура, проиграв Ино, осталась Гиндином. Саски пробудил двухтомойный Шаринган, с той миссией на мосту, где бились против Забузы. Так прошло восемь месяцев. За это время Кинаха менялась в лучшую сторону. И случилось ещё кое-что у Минато с Микатой родила дочка. Её назвали Киошиной Микадзе. Многое понимали, что она настрадается в жизни из-за Наруто. Ведь его считали гениальным Шиноби, которому многие пророчили, стать тем, кто оставит своё имя в истории. Когда маленькую Киоши привели домой с роддома и положили спать в кроватку, появился Наруто и смотрел на неё. Пока его не видят. В один момент Наруто снял с себя кулон, который когда-то Микота повесила ему на шею при рождении, и молча повесил его на кроватку рядом с головой Коши. После чего поцеловал сестрёнку в лоб. Услышав шаги в сторону комнаты, он пропал в шумшине. В комнату зашли Минато с Микотой. Значит не успели, с грустью в голосе сказал Минато, видя кулон на кроватке дочери. Главное, что он видел её, скрывая грусть, сказала Микота и смотрела на кулон. После, Минато убедился, что дочка спит и покинул комнату с женой. Но они не смогли заметить кое-что, ведь Наруто не мог оставить сестру просто так. Потери организаций. В этот же день Наруто уже был на базе Акацуки, где сидел на балконе и любовался дождём, держа маску в руках, подкидывая её. «Всё-таки хочешь это сделать?» Спросила девушка, смотря на Намикадзе. На что Наруто кивнул головой «Что хочет?» «Ясно всё с тобой, Намикадзе. Хоть ты и не говоришь, но по тебе очень сильно видно, что ты хочешь помочь им, даже став отступником», — с грустью сказала девушка, смотря на Намикадзе, который перестал подкидывать маску и жал её в руке. «Наруто не занят?» — спросил Кисами. «Захотят в комнату Намикадзе?» Наруто убрал маску, чтобы Кисами её не видел. Наруто окинул своего товарища взглядом. «Знаю, как ты хочешь идти на это задание. Но не сегодня, мы с Сасари отправляемся за однохвостом. Ты останься тут», — с ухмылкой ответил Кисами, довольный собой. На это Наруто активировал Шаринган и загнал Кисами в Гиндюцу, но ненадолго, так как самихада помог выйти из него. «Да ты всё сильнее становишься в Гиндюцу. И да, я тут узнал новость, Шисуючиха был убит», — напоследок сказал Кисами, пытаясь отдышаться в выходе из комнаты. На что Наруто выпустил свою кию, дав понять, что хочет побыть один. Канан покинула комнату Намикадзе, идя за Кисами. Парень встал на ноги и, сложив печать, выпустил огненного дракона в небо. Ведь за время, пока он был в Канухе, он часто видел Шису и хорошо с ним общался. Черноволосый знал, что огненный дракон — любимая техника Шису и использовал её как прощание с одним из очих. О том, что умер Шису, узнали и остальные, но только Кисами понимал, что Наруто очень сильно ценил свой клан как никто другой, и хотел помочь парню с этой болью. Но было задание, которое нужно выполнить, и трое кацуки выдвинулись в путь Сасаря, Дейдара и Кисами. Через неделю с задания вернулся только Дейдара с самихадой в руке. Наруто, видя это, понимал, что Кисами умер и пошёл к себе в комнату. «Наруто забери его!» — крикнул Дейдара, держа самихаду. «Помолчи немного, Дейдара!» «Сейчас ему нужно побыть одному», — сказал Пейн и отправился к себе. Когда Дейдара отправился к врачу из организации, то Наруто загнал его в Гендюцу и смотрел, что было на задание. Через пару минут Наруто увидел, что на них напали неизвестные люди, которые перехватили однохвостство и убили Кисами и Сасаря, а Дейдара смог уйти живым, чтобы передать самихаду. Из-за этого Наруто пробудил Мангёк её, видя смерть своего друга. Пошли кровавые слёзы из глаз на Микадзе. Это увидела Канана и вывела Дейдару из Гендюцу, и отвела Наруто к врачу, чтобы тот перевязал свои глаза. Так Брюнет проходил с поиской пару недель. За это время он узнал, что Кокозу с Хидоном хотят отправиться в Храм Огня, чтобы Кокозу мог заработать на монахах, а Хидон принести жертву. Тогда Наруто и решил сделать выбор и ночью отправился за Кокозу с Хидоном незаметно для всех. Немного придя заранее, он смог предупредить монахов. Те понимали, что на Микадзе один из них и прислушались к нему. Придя туда, Кокозу и Хидон никого не нашли и решили пойти дальше. В один момент они нашли одного из Шиноби, за которого неплохо заплатят. И Хидон убил его, а Кокозу, взяв тело, пошел в обменник. На Микадзе заметил Асуму и Шикамару с Джаниной Миконохи. В этот момент Кокозу вышел с деньгами из обменника. Новая жизнь. Наруто решил для себя, что нужно вмешаться, ведь Асума один из двенадцати, как и он. Также на Микадзе знал, что Курина беременна от Сарутоби. О, Кокозу, глянь у юбки из Канохи, крикнул с радостью Хидон и показал на Шиноби Канохи косой. Тридцать миллионов рио, ответил Кокозу, смотря на Асуму. Шикамару, не лезь, мы не знаем, на что они способны, тихо сказал Сарутоби, оценивая взглядом противников. Хули так смотришь? Высказал Хидон и напал на Сарутоби. Битва была по канону. Просто очень сильно нравится этот момент, ребята. Когда Хидон уже хотел пробить себе сердце, проведя ритуал, Наруто появился перед Хидоном и в последний момент смог остановить его. «Эй, ты чего творишь?» Недовольно выкрикнул Хидон. Но Наруто выбил его из круга и посмотрел на Сарутоби. После чего оказался около него и поставил печать и загнал в Гиндюцу. «Не стоит нападать на того, кто бессмертный. Передай только отцу, я ухожу с Акацуки», — сказал Наруто в Гиндюцу. Асумыши на Беконохе пропали с поля битвы в желтой вспышке, после того, как Наруто сложил печать им. Скинул с себя плащ Акацуки и кинул его на землю. Используя стихию огня, он сжег его. «Ты сделал выбор, малышный Микадзе», — сказал Кокозу, понимая, что Наруто хочет покинуть организацию. «Тебе пиздец тогда», — довольно выкрикнул Хидден и напал на Наруто. Наруто, понимая, что его не выиграет у двоих сразу, побежал в сторону леса. Кокозу отправился за ним, как и Хидден. Они не стали жалеть брюнеты и использовали самые сильные техники, понимая, что Наруто живучий. Но на Микадзе было умнее их, а не сильней. Он заранее продумал многие варианты. И когда Кокозу использовал свою самую сильную технику, Наруто подкинул тело незнакомца, который похож на него и скрылся в неизвестном направлении. Брюнет оставил сами Хиддю с трупом, чтобы не было сомнений. Кокозу, найдя труп, как он думал Наруто, отнес его в обменник, получил около 50 миллионов рёв. Новость о том, что Наруто на Микадзе был убит, быстро разлетелась по миру Шиноби. Через пару дней Минато узнал, что сын умер. На Микадзе приказал всем Анбу и Дивообменник вернуть тело его первенца в деревню, чтобы с ним могли проститься, как полагается. Они смогли вернуть тело Наруто и похоронили его. Многие считали его отступником, но были и те, кто знал о решении парня стать отступником, кто знал, что он помог деревне во многом. Когда уже хотели закрыть гроб, Минато заметил на руке метку. Он понял, что это не его сын, чем был удивлен и очень рад, что Наруто живой. Об этом он сказал Микате и Учхам. Чтобы они знали правду о живом родственнике. Но ещё большее удивило Минато, что Наруто был дома. Когда все были на похоронах, он оставил мечу безглавиватель в комнате сёстры и повесил записку. «Когда станешь Шиноби, этот меч твой» было написано на записке. Это удивило семью на Микадзе, а сам Наруто был уже очень далеко и передвигался с маской на лице. Долгожданный бой. После рождения Киоши прошло два года. А Наруто не было никаких вестей. Киоши не давала покоя родителям. За два года она смогла разговаривать нормально. Ведь Минато не стал повторять ошибок, которые делал ранее и занимался с дочкой, всё свободное время, а иногда посылал клонов в резиденцию. Сама Киоши любила побегать по деревне. И в один такой момент её забега по деревне, когда Шиноби Куму прибыли за наследницей клана Хьюга, они увидели Киоши, которая пробегала рядом. «Твою мать, забираем», — сказал Шиноби Кума, понимая, что девочка может поднять шум. «Это дочь Хакаги, думаете мы сможем надавить на Канаху», — довольно ответил Шиноби и подхватил Киоши. Они отправились за пределы деревни через лес, который был неподалёку от выхода из деревни. Но в одного из похитителей прилетел Кун и пробил его голову. Тот Кун и воткнулся в дерево, а Шиноби упал. «Чёрт, что такое?» С непониманием завопили Шиноби, оглядываясь. «Уходи, я выиграю время. Хакаги должен их заполучить», — ответил Латан из врагов, достав Кун и. «Ваша ошибка была в том, что вы решили забрать Киоши», — сказал появившийся человек в маске и вырубил Шиноби Кума одним ударом. «Ты ещё кто такой?» — задал вопрос облачник, понимая, что уйти без боя уже не сможет. «Скажем так, я тот, кто проходил мимо и убил вас», — ответил человек в маске и пропал. Шиноби Кума начали гореть чёрным огнём и кричать от боли, а девочек в мешках человек в маске забрал. Через пару минут он оказался в Канухе. Наследницу клана Хьюго он оставил около клана, а Киоши он доставил в кабинет Хакаги, где был Минато и Анбу, которые достали оружие, когда появился человек в маске. «Доченька», — с радостью сказал Минато, обняв дочь. Те, кто хотел выкрасть её и наследницу клана умерли, кроме одного. «Он неподалёку от того места, где когда-то ты спас Микота», — сказал человек в маске и пропал в Мерцании. «Наруто, у себя в голове», — сказал Минато, понимая, кто был скрыт под маской. На Микадзе, взяв дочку, пропал в Хирайшине. Он оказался дома, где, взяв Микота, они переместились на то самое место, которое сказал Наруто. «Сынок», — громко сказал Минато, — появился брюнет, держа маску в руке. Микота сразу обняла сына, прижимая его к себе, но появился Данзе Шимура Санбукорни. «Арестовать преступника», — сказал Шимура, смотря на Наруто. «Я же говорил, надо было его убить», — ответил Наруто и активировал шарингом. «Данза, я сам смогу разобраться с Наруто». «Твоё вмешательство не нужно», — сказал Минато, давая понять, что Данза может идти куда шёл. «Ты тряпка, Минато. Ты не можешь убить сына, потому что он твой первенец», — высказался Шимура и хотел напасть на Наруто. «Вам пора», — сказал Наруто и Микота с Киоши и Минато пропали в жёлтой вспышке. «Поставить барьеры. Никто не должен видеть, как я заберу его глаз себе, довольный собой», — ответил Шимура и снял печать с руки. «За это Шимура ты заплатишь. За смерть моих братьев и сестёр я выверну тебя и сожгу, видишь шаринганы», — сказал Наруто и активировал Мангёко и шарингом. «Началась битва на Микадзе против Шимуры. Недолгая, благодаря Мангёко и Сасуне, которая использовала Наруто. Он смог убить Шимуру девять раз, но сам тоже пострадал и неслабо. Правая его рука уже просто висела. Так как Данза порезал сухожилия всей на этой руке. Когда настало время последнего удара, Наруто решился на хитрость. На последних остатках чакры, на Микадзе использовал Аматерасу на правом глазе Данза. Тем самым смог навредить шарингану, который там у него был. Наруто, облокотившись на дерево, пытался отдышаться. Но Анбу не давали этого сделать. Поэтому на Микадзе решил использовать одну технику, после чего пропал в белой дымке. А Шимура умер от Аматерасу. Это подтвердил Ямато с хатаки Итачи, когда прибыли на помощь Наруто. «Помощь!» Наруто оказался в пещере, откуда вышла девушка. «Опять ты, на Микадзе!» — сказала она, смотря на Наруто, у которого висела рука. «Прости, выхода не было!» — ответил Наруто с улыбкой на лице. «Ничего. Пойдем, подлечим тебя немного!» — взяв парня за левую руку, сказала девушка и повела его дальше по пещере. Наруто направлялся с девушкой уже по знакомому коридору пещер, пока не увидел его. «Как долго ты будешь стоять у меня на пути?» — спросил мужчина, показывая свой язык. «Пока там находятся они, Арочимару», — ответил Брюнет, проходя мимо. «Да, Наруто-кун, если бы родился ты раньше, ты был бы отличным напарником», — подметил способности на Микадзе Змеи на Санин. «Да, блядь! Чуть не забыл!» «Твой друг Дэнза умер!» «Скажи мне спасибо!» — улыбнувшись парировал Наруто и зашел в маленькую комнату, которую сделала Арочимару. «Суки-сын!» — улыбаясь, — ответил Санин, идя дальше. Так прошло пару дней. Все это время Наруто находился в мире призыва. «Наруто, я узнал, кто убил кисами, заходя к учихе», — сказал Санин, — зная, что парень хочет мести за друга. «Кто?» — выпускайки, — задал вопрос Наруто. «Это сделал Пейн, чтобы ты стал сильнее и они могли забрать твои глаза для кукозу», — ответил Арочимару, садясь на стул. «Ты узнал, кого он нанял для этого?» — спросил Черноволосый, готовя уже в голове планы мести. «Да, некая организация, которая только начала показывать себя. Но меня смущает кое-что, в ней состоят двое из Санинов. Что-то мне подсказывает, в скором времени они придут за мной, обдумывая свои слова», — высказал Змей, встав и пройдя на выход. «Арочимару, ты хоть и отступник, как и я, но в тебе, как и во мне, есть то, чем мы дорожим. У меня это семья и клан. А чем дорожишь ты?» — спросил Наруто, зная, что этот мужчина не так плох, как думают многие. «Давай пройдемся, Наруто. Покажу кое-что», — с грустью ответил Санин, остановившись и взявшись за ручку от двери. Наруто шел с Арочимару, который был рядом, чтобы в случае чего помочь на Микадзе. Когда они прибыли в кабинет мужчины, там Наруто увидел большую колбу из стекла, где была девушка, которой были подключены приборы. «Она прекрасна, только и мог», — сказал парень, «смотря на девушку». «Я знаю, но она недолго еще сможет прожить так», — с грустью в голосе ответил Санин и взял колбу. «Кто она для тебя?» — поинтересовался на Микадзе, не отводя от девушки взгляд. «Это моя дочь Кимира», — с интересом смотря на Наруто, — высказался Арочимару. «Никогда бы не подумал, что у тебя могут быть дети», — парировал на Микадзе, повернувшись к Санину. «Через время не будет», — сломав колбу с грустью в голосе сказал Арочимару, записывая что-то в блокнот. «Что с ней случилось?» — задал вопрос Наруто, подходя к Арочимару. «Она очень сильно больна. Ее мама в свое время умерла от болезни, которая передалась ей. Самое обидное, я могу многое сделать для себя, чтобы ты не умер в бою». «Но, сука, тут я беспомощный, как ребенок», — ответил Арочимару, у которого упала слеза на страничку блокнота. «Чем я могу помочь?» — с интересом спросил Наруто, взяв блокнот и начал его вычитывать. «Ничем, Наруто. Увы, тут сила не поможет ничем. Только Шиноби, которые служат Даймё, смогут помочь. Говорят, что там есть Шиноби, способные вылечить все, что угодно», — ответил Санин, выхватив блокноту на Микадзе. «Так может нанесем визит им?» Активировав Шаринган, сказал Наруто, давая понять, что он поможет мужчине. «Нас двое, мы не сможем им навязать борьбу», — выдохнув, ответил Санин, идя на выход. «Я найду еще двоих людей, которые помогут нам. Завтра с утра выходим. Надо будет навестить их», — с энтузиазмом ответил Наруто, обогнав Арачимару и локтем, задевая его в бок. Когда пришло время, Арачимару с Наруто появились там, где парень мог попросить помощи, даже когда был отступником. «И чем могу помочь?» — спросил Фугаку, чувствуя Наруто у себя за спиной. «Фугакусан, я не могу просить вас об этом. Но мне нужна помощь клана», — ответил Наруто, поклонившись главе клана. «Я помогу», — сказал Арачимару, — «выходи из комнаты на первом этаже. Ты не думал же, что я буду стоять в стороне?» — спросил Саски, появившись в Шумшине. «И куда идем?» — задал вопрос Арачимару, смотря на Арачимару. «Насчет Арачимару не волнуйся, Арачимару. Надо пробраться к Даймё и найти Шиноби, которая поможет в одном деле», — высказал Наруто. «Даймё хорошо охраняется. И вокруг него Шиноби, которые равны по силе Каги. Эх, а просто вам будет и ними справиться, читая газету», — сказал Фугаку. «Поэтому, дядя, я пришел сюда», — сказал Наруто, смотря на Фугаку с Мангёкой и Шаринганом. «Идите к воротам за резиденцией. Я туда пришлю Кэква. Они смогут вам помочь». «И да, Арачимару, не дай бог, что-то случится. Я лично с Минато приду по твою душу, положив газету», — сказал Фугаку. «Они не должны об этом знать. У них и так проблемы за меня немало». Напоследок сказал Наруто и пропал в Шуншине, а Фугаку отправился к Хьюго, так как у них долг передучихами за спасение наследницы. Хиаши, Человек-Слова, дал двоих из кланов Хьюго на помощь. Но это было не все. С ними отправился Асума, так как он был должен Наруто за спасение. Жертвы ради человека. Когда все собрались, они выдвинулись к дайме. Понимая, что просто так их не пропустят к главе страны огня, точка ПО, они раздумывали, как и что сделать, точка, чтобы меньше было проблем у них. «Я так и не сказал спасибо», — нарушая тишину, сказал Саруто, бессмотря на Наруто. «Я не мог позволить им убить одну из нас», — ответил с улыбкой Наруто. «Давно можешь говорить?» — спросил Саски, смотря на друга. «Как пару лет», — ответил на Микадзе, прыгая по деревьям. «Много проблем с этим было», — вставил свои пять копеек Арачимару. «Да если бы не Арачимару с змеями!» С грустью в голосе высказался Наруто. «Змеи?» — сказал Итачи, вспомнив, что видел змею один раз около Киоши. «Да, Итачи, я знаю, что ты видел одну такую рядом с сестрой с улыбкой», — ответил Наруто, посмотрев на друга. «Как думаешь нападать?» — спросил Асума. «Понимая, что без боя никак. Как сможем?» — ответил Наруто и ускорился. «Через сутки быстрого бега. Они оказались перед домом Даймё Страна Огня. Но когда они хотели зайти, появились Анбу. «Не так быстро, малыш», — сказал один из бойцов Анбу, достав куны. «Стойте, мы из Канахи. Нам нужна встреча с Даймё. Это очень важно», — сказал Асума. «Выходи вперед». «Это не важно, вы привели двух отступников с собой», — сказала женщина, по голосу. «Я требую аудиенции», — сказал Наруто, смотря на Анбу. «Ты отступник, у тебя нету права на это», — сказала мужчина и достал канату. «Но твоя голова будет отличной трофей», — договорил Боя и хотел напасть. «Не вздумай нападать на гостей», — сказала женщина, появившись между Наруто и бойцом Даймё. «Да госпожа», — ответил Боя и собрал оружие. «Наруто, давай пройдемся. Мой муж ждет тебя уже очень давно», — сказала женщина. На что Наруто кивнул головой и все отправились за женщиной. Анбу были рядом, чтобы в случае чего защитить. «Ну здравствуй, Наруто», — сказал мужчина в годах, закрываясь веером. «Здравствуйте», — Даймё, — ответил Наруто и поклонился. «Как я понимаю, тебе что-то нужно. Раз собрал шины беконохи и пришел сюда с ними. Может скажешь зачем?» — спросил Даймё и поднял кружку с чаем. «Даймё само, я знаю, что у вас есть человек, который может излечить от всяких болезней. Прошу вас, помогите вылечить дорогого мне человека», — сказал Наруто, склонив голову. «Допустим, я помогу. Но что я получу взайме?» — в лоб сказал Даймё, смотря на Намикадзе. «Все, что хотите», — ответил Намикадзе. «Уже очень давно у меня не было учихи Ванбу. «Так ты считаешься мертвым для многих. Возамен на помощь, ты останешься Ванбу и будешь служить мне». Высказал Даймё, и все были в шоке. «Ведь каждый, кто пришел с Наруто, знали. Как он любит свободу. Я согласен Даймё само, только вылечить ее, пожалуйста. Арчимару проводят вашего человека». Под присмотром Важа Ханбу и Шина Беконохи, понимая, на что подписался Наруто, высказал он. «Хорошо, они отправятся сейчас же и. Отойди за тигром. Он покажет те, что да, как довольны, что у него есть теперечка», — ответил Даймё. «И девушка отправилась на званые Миши Набирания, чтобы помочь вылечить дочь Арчимару. А Наруто в это время уже примерил экипировку Анбу Даймё и взял маску Лиса. Но перед уходом каждый был предупрежден, что если кто скажет, где находится Наруто кому-либо, будет убит за предательство. Задание от Даймё, так прошло полгода. Раз в неделю Лис с другими Анбу отправлялся на задание. Кемероп отправилась, благодаря Шинобе, которая служила Даймё. И когда Намикадзе прибыл за заданием, он заметил, что никто не идет с ним к Даймё, как раньше. «Даймё само, вы хотели меня видеть», — сказал Лис, склонив колено. «Да хотел. Я этого не хочу, но выхода нету. И только ты сможешь это сделать», — сказал Даймё и достал веер. «Сегодня ты отправляешься в Канаху, и должен убить всех учих». Договорил Даймё, как будто это так и должно быть. «Даймё само, что бы они ни сделали, простите их». «Я смогу в случае чего их переубедить», — ответил Лис. «Понимаешь, чего от него хотят. Не в этот раз, точка, если ты откажешься, я это пойму. Но жертв будет намного больше. Начал давить Даймё. Хорошо Даймё само, только скажите за что?» Спросил Лис, сдерживая эмоций. «Отряд из Канахи, убил одного из моих советников. Как стало известно, это были учихи». Ответил Даймё и не скрывал злость. «Я понял, тогда я отправляюсь», — сказал Лис и пропал в Шумшине. Но Наруто не покинул кабинет Даймё, а скрыл свою чакру точкой и переместился в темную сторону кабинета точкой, постояв там пару минут. Наруто узнал от Даймё и одного из Анбу точка, что они будут должны в случае чего убить Наруто, если тот не выполнит задание. Узнав об этом, Намикадзе собрался и выдвинулся в путь точка специально так, чтобы его видели точка. Передвигаясь к воротам, Наруто решил и сделал выбор для себя точка. Ведь если убить всех учих, то придётся убить и маму с сестрой. Намикадзе использовал свою змею, которая была рядом с сестрой. И отправил её к отцу в резиденцию. Где как раз был Фугаку и Хирузин Сарутаби точка. И когда змея туда приползла, у неё в глазу появился Мангёк и Наруто точка. Это заметил Минато и поднёс палец к губам. Давай всем понять, чтобы все замолчали. Отец, Фугакусен, лорд третью точка. Я направляюсь в Канаху. У меня задание отдай мёк. Вырезать весь клан очих, за преступление точка. Прошу вас об услуге, закройте борода в деревню точка. Я не по воле никому причинить боль клану и семье точка. Помогать не думайте. Не хочу, чтобы вас убили, вы намного нужнее своим родным. Чем я жалкий отступник. Сказала змея, смотря на троих в кабинете Каги. Скажи где ты, мы поможем, сказал Минато. Каги, понимая, что Наруто человек крайностей. И не будет церемониться ни с кем. В следующий раз отец точка. Анбудамё не придут за вами. Напоследок сказала змея и пропала с кабинета. Собрать всех свободных джанинов, крикнул Минато. Минато, не нужно точка. Я тебя понимаю, как никто другой точкой. Но Наруто дал шанс, сказал Херузина и задумавшись покинул кабинет Каги с грустью на лице. Ведь когда-то второй Хакаги поступил так же. Он спас своих, чтобы они могли жить. И где-то через пару часов, неподалеку от Канохи, были слышны, силы от техник, которые используются точкой. И когда всё закончилось в кабинете Каги появился Наруто. По которому было видно, что бой был нелёгким для него. Так мало было живого места у Намикадзе точка. И один глаз был закрыт. Не нужно ничего говорить, сказал Наруто и сплюнул кровь. Рано или поздно она пробудит его. Прошу тебя, отец, передай его. Её договорил Наруто и вырвал себе глаз. Точка после чего пропала, оставив после глаз с Мангёкой и лужу с кровью. Минато начал везде искать Наруто. Но не смог найти, только капли крови в комнате Киоши. Которая спала и Минато заметил, что на лбу Киоши были следы крови, от губ. Прости сынок, слезами сказал Минато, сдерживаясь, чтобы не закричать. Фугаку всё сказал Микота. Так как у Минато не хватило сил сказать про Наруто. Но кроме учих, семьи Каги и Хирузена, это никто не знал. Узнав, что Наруто пал в бою, Саски пробудил Мангёкой и Шарингом. Взросление Киоши, так жили года, но для троих людей. Фугаку, Минато и Хирузена.Наруто считался на уровне с Каги, не за силой. А за его понимание и умение правильно продумывать ситуации наперёд. Со временем Хатаки тоже узнал, что сделал Наруто. Он признал одно из своих учеников. Как Шиноби, который мог стать Каги. И за ним пошли бы многие за его действия. Но, увы, этого не случится, ведь Наруто умер. Как все думали. И когда пришло время Киоши пошла в Академию Шиноби. Ведь за пять лет, Минато обучал дочку и в этом клан учих помогал ему в этом. Особенно помогал Саски, так как считал это его долгом как друга. И Тачи стал главой клана учих. И в храме учих как напоминание об истории клана. Поставил две фотографии. Наруто и Шисуэ. Как память о тех, кто остался в тени, защищая честь клана. И отдали жизнь ради него, не думая о смерти. Ни кто из учих не был против, так как все учихи знали об этом. Вернемся к Киоши. Многие, кто из детей, знали, что Наруто ее брат и отступник. Который умер, пытались как-то сделать больно. Юн и Намикадзе. В один из таких моментов Киоши пробудила свою Шаринган. И никто больше не смел к ней подходить. Ведь все понимали, что Шаринган один из сильнейших дадьются от деревни. Точка она как и Наруто, не просила помощи у отца. Чтобы тот заступился за нее или что-нибудь сделал с ее обидчиками. Точка ее классный руководитель был это Мурат. Витя Рука, когда учил Наруто, а теперь Киоши. Умина видел, что она во многом похожа на Наруто, чем на родителей. Но характер у нее отминато, и не могла сдерживаться долго в чем-то. Точка плюс воздействие клана учих давала себе знать. Точка Наруто повезло. Он мало времени проводил в клане и не видел надменность с их стороны. Но Киоши не повело. Она видела все это, и понемногу начала принимать их черты. Что не очень нравилось у Мина как учитель. И когда Киоши хотела показать свою надменность. И Рука достала куны из-под стола и кинула его в сторону Киоши. Чтобы вы понимали, это то куны, который когда-то использовал Наруто. Чтобы прикрепить свое личное дело к доске. В твоем возрасте, Киоши, твой брат.учился и был один из самых умных учеников Академии. И никогда не показывал свою надменность как Тея. Даже зная, что он сильнее всех в классе. Он ни раз ни на кого не напал без причины. Только в случае обороны. Выкрикнула Рука. Вспомнив Наруто и его холоднокровие. Я поняла и рука Сенсей. Отпустив голову, сказала Киоши, задаваясь над словами учителя. На сегодня уроки закончены. Завтра все должны принести готовые сочинения. Тех, кто вдохновляет вас и почему, сказала Рука и покинул кабинет. Этого задания не было по программе. Точка просто и Рука захотела добавить чего-то новенького в обучение. И побольше узнать об учениках. Когда Киоши пришла домой. Она сказала Микота задание и что пошла его делать к себе, в комнату. Микота приготовив покушать решала зайти к дочке в комнату. Зайдя она увидела как Киоши сидит и смотрит на меч. Мама скажи мне о братике, сказала Киоши несмотря на Микота. Твой брат был один из сильнейших шиноби своего поколения. Многие его считают отступником. Но они все ошибаются. Твой брат сделал многое для деревни и клана. Отдав при этом свою жизнь. Слезами вспоминая сына сказала Микота и села на пол. Тогда почему он умер, раз считался один из сильнейших шиноби своего поколения. Вот дядя Саски сатачи живые. Сказал Киоши и только потом заметил, что Микота села на пол. Потому что твой брат выбрал сложный путь. У него много раз был выбор пойти по легкому пути и многое избежать. Но он не стал по нему иди, ведь когда придет время. Не каждый шиноби отдаст свою жизнь, чтобы другие жили, сказал Минато. Минато появившись в комнате и обнял Микота. Киоши махнув головой, взяла тетрадку и что-то начала писать. Как бы Минато не захотел узнать, что там. Но не мог, так как Киоши не давала ему этого сделать. Помощь из ниоткуда. На следующий день, Киоши проснувшись в академию. Собралась и взяла тетрадку. Придя в академию, где когда прозвенел звонок. И рука начала вызывать к доске. По одному начали выходить и рассказывать. Многие были в восторге от прошлой Микаги или элитными джанинами. И когда пришло время Киоши выходить к доске. Она держась тетрадку, прижав ее к себе, спустилась вниз. И встал лицом к классу. Мое сочинение будет о Шинобе, который остался в тени. И отдал свою жизнь за клан и семью. А точнее о Наруто на Микадзе отступники, которым бил старейшим клан Аучиха Канахи. И этим самым сделал деревню лучше. Даже став отступником, он не забывал откуда он. И из класса начались раздеваться смехи. Но когда в аудиторию прибыли джанины, Какаши, Асума, Гай и Саски. Смех тут же прекратился. Так вот, вы и рука Синси спросили, кто и кем вдохновляется. Многие назвали прошлых Каги за их силу. Или джанина в деревне. Но я не все. Для меня только мой старший брат Наруто на Микадзе Учха. Будет тем, кто вдохновляет меня. И дает мотивацию становится лучше. Я готова пойти по такому же пути, как и он. Если так деревня будет лучше, как посчитал мой брат, сказала Киоши. Из ее глаз пошли слезы. Наруто был бы рад, если бы узнал, что ты Киоши не судишь его, за то, что он сделал, сказал Саски, закрыв глаза, вспоминая друга. Садись, Киоши, сказала рука, понимая, что Киоши не просто похожа на Наруто, а то, что она хочет стать как ее брат. И джанины пропали за аудиторией. Так прошло еще два года. И по новым правилам, ученики Академии один раз в месяц ходят с джанинами на задания, но не серьезные. Чтобы они не пострадали, точка на пришла очередь Киоши отправиться на задание с Какаши, Сакурой и еще двумя чуньяными. Задание было самое легкое – провести разведку. И вернуться назад, в бой не вступать. Когда они прибыли, в маленькую деревню точкой и начали осматриваться, их окружили шиноби в белых плащах. Так-так, Какаши и Хатаки, и что ты тут забыл с детьми? Спросил мужчина, смотря на Хатаки. «Да по-любому опять прогуливается с ними», – парировала женщина, стоя на крыше. «Мы просто проходим мимо, вот и все. Мы направляемся в Кума по заданию Хакаги», – сказал Какаши, зная, кто стоит перед ним. «А это значит дочь Мината и Микота». «Очень сильно похожа на них», – сказал мужчина, оказавшись позади Киоши и хотел ударить Паши. «Не думаю, что это хорошая идея», – ответил Киоши несмотря на врага, так как понимала, что приставила к нему Куны. «Неплохо, может ты сможешь стать заменой для своего брата», – задумчиво высказала женщина и бросила Куны с Киоши. И вдруг Какаши с Сакурой и Чунинами был вырублен, точка Куны был пойман двумя пальцами. «Может попробуешь со мной?» – спросил неизвестный в капюшоне. «Я не против», – выкрикнула женщина и хотела одним ударом сверху вне убить соперника. «И это всё?» – задал вопрос неизвестный, поймав её ногу над своей головой. «Иди куда шёл, не стоит тебе лезть куда не нужно», – сказал мужчина, тянув время. «Ты как Киоши?» – спросил неизвестный, посмотрев на Киоши. «Всё хорошо?» – договорил неизвестный и начал глазами осматривать её. На что Киоши кивнула головой, что «да». И на неизвестного захотели напасть – Шиноби, которые были спрятаны вокруг. «За пани Киоши, никто не должен знать, что да, как точка, но знай, если спросит, скажи, точка, у Чихи никогда друг друга не бросят в беде. Что бы ни случилось, а и неизвестный начал вырубить всех Шиноби, но сначала вырубить Киоши. Что бы не мешало ему, неожиданная встреча, и когда Киоши очнулась, то увидела Канаху. И Кикаши с командой, которые были рядом. «Всё хорошо?» – спросила Микота, смотря на дочку. «Да, мамочка», – ответила Киоши и обняла Микота. «Какаши, что там случилось?» – спросил Мината, заходя в палату. «Мы наткнулись на врагов, точка, но потом меня вырубили, я ничего не знаю». Дальше ответил Какаши, пытаясь что-то вспомнить. «Нам помог человек в капюшоне». Вставила свои пять копий Микоши. «Кто он такой?» – спросила Микота, внимательно смотря на дочь. «Я не знаю, кто он такой, точка, но он сказал, что Чихи никогда друг друга не бросят в беде. Что бы ни случилось?» – сказала Киоши последние слова вместе с Какаши, который знал их и уже слышал. И все посмотрели на Хатаки, который вспомнил человека, который это сказал. «Какаши», – сказала Микота, выпусти в ки. «На задание, в стране вон, точка, эти», – сказал Наруто, точка, когда я спросил, зачем он помогает. Сказал Какаши, понимая, что Наруто жив и не бросил сестру в беде. Мината не сказал ни слова, покинул палату. За ним пошла Микота, у которой пошли слезы. «Какаши-сан, вы уверены, что это он?» – спросила Киоши, который не помнит своего брата. «Да, Киоши уверен, только Наруто мог так появиться в последний момент». «И не ради нас, а чтобы спасти тебя», – ответил Какаши, достал книгу. Мината в это время уже был в кабинете Каги и думал, точка, где мог находиться Наруто, чтобы оказаться в той деревне, точка, и смог найти только пять деревень поблизости, точка, он отправил туда Нбу и Джанина в точку, чтобы они просто смогли узнать, в какой деревне находится Наруто, точка, но не вступали с ним в разговор, а тем были в бой. И через три дня Шинаги вернулись. И сказали, что не смогли найти ничего по Наруто, точка, кроме двух детей, у которых фамилия на Микадзе им по три года. Мината понял, что Наруто уже стал отцом, точка, и ночью сам отправился в ту деревню с Микотой Киоши. Чтобы хотя, взглянуть на них, точка, и по прибытию туда Мината уже знал, в какой дом ему надо идти, точка, и когда он постучался, дверь ему открыла девушка в голубыми глазами. «Здравствуйте, вам чего?» – спросила девушка, смотря на семью Хакаги. «Я знаю, что тут живут двое детей», – ответил Мината, смотря на девушку, понимая, что это жена Наруто. «Любимая, пропусти их», – услышал все из дома. И они зашли в дом, где увидели Наруто, который сидел с детьми и читал им книгу. «Сынок», – сказала Микота со слезами и обнялась, и напряжемая его к себе. «Папа, а кто они?» – спросил мальчик, смотря на Микота. «Я твоя бабушка», – с слезами ответил Микота, смотря на внуков. «Бабушка?» – с непониманием сказал мальчик, смотря на Микота, а потом на Мината. «Значит, ты дедушка», – с улыбкой договорил мальчик, и Мината обнял его. «Правильно думаешь, Шисуй, Мадара, это ваша тетя?» – сказал Наруто, посмотрев на Киоши. Но Киоши дошла к Наруто и обняла его. «Спасибо, что с детства присматривал за мной», – сказала Киоши, который по пути Мината все сказал. «А да, как всегда забывай, что ты – это моя любимая жена Кимира», – сказал Наруто и вырвался из объятий. Микота обнял любимую. «Мы рады за вас», – сказала Мината, понимая, что Наруто не просто так сделал. Чтобы все его пусть считали мертвым. Всю ночь они провели в гостях у сына. Утром они вернулись в деревню. Нейкому не сказали, что видели Наруто. Неудачное задание. Утром Киоши не пошла в академию, так как не смогла. Мината попросил Рука, чтобы тот сказал, что Киоши приболел и немного. Чтобы не было подозрений. Намикадзе создал клона, которого отравил в резиденцию. Отцам отравился домой, чтобы обдумать все. Ведь не каждый день узнаешь, что ты дедушка. Так прошла неделя и Киоши уговорила Кокаши взять ее на задание. Чтобы набираться опыта в будущем. Ихатаки с разрешением Мината согласился Ри. Кокаши понимал, что куда они направляются, есть риск нападения. И с ними было отравлено еще пару команд, но уже с Чунинами и Джанинами. Но увы, через 4 дня вернулись только четверо Шиноби назад в Канаху. Мината видит и не хотел верить, что его дочь и ученика убили на задании. Но понимал, что это возможно пытался сдерживать свои эмоции. «Хакаги-сама, мы попали в засаду. Нас окружили и напали», — сказал Чунин, стоя на ногах еле-еле. «Что с Киоши и Кокаши?» Задал вопрос Мината, чтобы понять. «Киоши с Кокаши-сэн в плену. Кокаши-сэн не хотел оставлять вашу дочь Одну и сам сдался в плен. Чтобы не рисковать нами», — отрапортовал Джанин. «Передайте, где они на вас напали. Кто это был секретарю?» Свободно выпустив свою ки-сказал на Микадзе, повернувшись в другую сторону. «Сынок тихо», — сказал Мината. На Микадзе отправился домой. Чтобы все сказать, Микотэ.он понимал, что если что-то случится, в этом будет только его вена. Идя мимо темных переулков, Мината затащили в один из них. «Что случилось?» — спросил Наруто, смотря на Мината. Мината все спокойно объяснил и сказал про задание. Она взяла меч. Задал вопрос Наруто, смотря на отца. «Нет», — с грустью ответил Мината. И Наруто пропал в Хиро и Шине. Наруто переместился в комнату Киоши, взяв меч, который он когда-то ее оставил. И отправился на поиски Шинобе Конохи. «Благо то, что змей, которую оставил Наруто. Приглядывать за сестрой была с ней. Закрыв свой один глаз, он смог увидеть через змею, где они находятся. И что творится вокруг них. Разводав обстановку, Наруто увидел Кокаши, который наблюдал за змеей. И показал пальцами количество врагов. «После чего змея заползла назад, под одежду Киоши. Чтобы ее не смогли заметить. Наруто выдвинулся, поняв где они находятся, накинув капюшон, он пропал в Хиро и Шине. Джирайя, что будем делать?» Спросила женщина, смотря на Кокаши. «Не знаю, но с Кокаши не стоит играться. Он опасный противник». Ответил Синин и бросил свой взгляд на Киоши. «Только если Кокаши согласится примкнуть к нам», — договорил Джирайя, достав куны. «И как легендарные Синин докатились до этого?» Спросил Кокаши, пытаясь выиграть время. «Неважно, Хатаки, выбирай, или ты присоединишься к нам и будешь жить. Или мы убьем Киоши». Тебя высказала женщина, пропитав свою руку чакрой, и получался скальпель. «Я согласен, только отпустите остальных». «Чтобы они могли вернуться домой», — ответил Кокаши, пытаясь ввести врагов в заблуждение. «Не получится», — сказал появившийся человек и пробил Киоши грудь. «Но его удар на себя взяла змея. И все почувствовали страшную чакру, от которой так и несло смертью. «Черт, он тут», — сказал Цунади, понимая, что пришли за Шиноби из Канохи. «Нас больше теперь сможем задавить числом его», — сказал мужчина, вытащив Куны. «Ты будешь первым», — сказал Наруто. Появившись за противником, пробил его грудь мечом. «Сука», — выкрикнул Цунади и напала на неизвестного в капюшоне. «Кокаши, забирай всех и уходите», — передай Асуме, пора собрать всех стражей, — сказал неизвестный и цепи, что сдерживали Кокаши спали. Хатаки взял Киоши и остальных Шиноби. Благо кто-то мог сам передвигаться. И когда они уже были далеко, у Киоши в руке появился меч. Весь в крови, и с меткой Хирайшина. Прощай, друг. Через два дня, после задания, — между храмом Огня и Куныхой, появилась большая Будда. Что ознаменовало, собрание всех стражей. Асума, заметив его, поцеловал дочку и собрался. «Ты надолго?» — спросила Курина и видя, что Асума собирался. «Не знаю, любимые, но постараюсь побыстрее», — ответил Асума и хотел закурить дома. «Только попробуй закурить», — высказала Курина выпуская Киев. «Ладно, понял», — ответил Асума, видя жену в злом состоянии. «Куриной, такие собрания не заканчиваются хорошо. Если что случится, эту повязку передай Мирай». Договорил Асума, став серьезным, пропал в Шиншине. «Только вернись», — напоследок сказала Куриной, хоть и злилась на Сарутабе. За его привычку курить. Но любила его больше всех. В течение дня все стражи собрались в лесу. Где стоял Наруто с повесткой стражи? «Зачем призвал Наруто?» — спросил один из монахов, смотря на Намикадзе. «Чирикусан, сейчас мы как никогда нужны, чтобы решить вопросы», — ответил Наруто с серьезным лицом. «Про Акацуки и этих приспешников мы знаем. Но ты забыл, малыш, Намикадзе. Мы не влезаем в конфликт Шинабе пяти стран». Сказал Казума, понимая, что хочет Наруто. «Я знаю, но если мы будем стоять в стороне...» «Многие умрут просто так. Мы можем помочь ему избежать жертв», — пытался убедить Наруто. «Не будем все забывать, что Наруто...» «Один из нас и помог, когда к нам пришли Акацуки, точка, мы должны вернуть все этот долг, как и полагается», — вставил Асума, заколив сигарету. «Прости, Наруто, но нет, точка, пять стран сами по себе, точка, мы не можем вмешиваться», — сказал Сито и пропал. «Когда вы поймете, что я был прав, будет поздно, как и всегда, точка, но все, кто погибнет, на вашей совести...» Ответил Наруто и пропал в Хирайшине, забрав Асума с собой. Он доставил Сарутаби в Канаху и пропал, точка. После того, как Сарутаби вернулся, Минато спрашивал, что там обсуждали, точка, но Асума не сказал ни слова про собрание, что там было, точка, через пару недель. Асума с командой «10» отправились на задание, точка, где наткнулись на Акацуки, и Асума с Арутаби был убит. Когда об этом узнал Наруто, он прибыл в Канаху на похороны Сарутаби с детьми и женой. Чтобы отдать дань уважения одной из 12 стражей и попрощаться с Сарутаби, точка, и когда уже Наруто хотел уйти из деревни, его остановила Куриной. Наруто окликнула Курином брюнета. «Да», — ответил Наруто с грустью в голосе, точка, и повернулся к Куриной лицом, где заметил, что на дочке Асумы был платок знаком стража. «Простите, Курина и Сан, точка, но я не могу, это могут сделать только в храме», — сказал Наруто, поняв все уже без слов. «Я поняла, думаю, он был брат, точка, зная, что ты пришел к нему», — ответил Куриной, зная, что Наруто, хоть и отступник деревни, но всегда ценил семью, клан и стражей. Через пару дней Намикадзе узнал, что и храм огня пал, от руки Акацуки, точка, и один из знакомых сказал, что Акацуки идут в Канаху. Чтобы забрать девятихвостовый лис и убить Каги, точка, Наруто понимал, что времени у него маловато. Чтобы все подготовить к бою за деревню и семью, точка, взяв кастеты и одев протектор Канахи, он вышел из комнаты. «Папа, а ты куда?» — спросил Мадара, глядя на отца. «Надо-ка я кому помочь». «Смотри, Мадара, пока меня не будет Ишису, охраняйте маму», — ответил Наруто, присев на корточке. «Ты же не думал, что отправишься один?» — спросил Арачимару, появившись из ниоткуда. «Если я не вернусь, кто-то должен будет присмотреть за ними», — ответил Наруто, дав понять, чтобы змей остался тут. «За это не переживай. Если что случится, есть люди, которые присмотрят за ними», — возразился Нин, достав Кусанаги и свою старую бандану. И Наруто пропал в Хирайшине с Санином. Начало битвы, и когда Наруто и Сарачимару оказались в Канахи, точка, они заметили, что нападения еще не было. Змей, решил все сказать Минато о нападении, точка, а Наруто решил навестить боевого товарища, точка, и просидел минут 10 на кладбище, пока туда не пришел один из десятой команды. «Привет, Наруто», — сказал Нарусьев рядом. «Здравствуй, Шакамару!» — ответил Наруто, смотря на Шакамару, который поставил зажигалку с Арутой Би. «Вот скажи, Наруто, точка, ты всегда появлялся в последний момент. Почему ты не появился тогда, когда был очень нужен?» — спросил Шакамару, смотря на могилу Сансея. «Не вздумай на меня это скинуть», — «Шакамару, точка, а Сума был сильным, Шиноби, и не за его отца, точка, который был Каги, точка, а за его силу воли и умению просчитывать наперед», — ответил Намикадзе, пропал в желтой вспышке. Наруто оказался в доме родителей, где Киоши с Микотой готовили кушать, точка, брюнет не стал ничего говорить, точка, ему было достаточно на миг увидеть их улыбку, точка, и тихо пропал в шумшине. «Наруто», — сказала Киоши, посмотрев в сторону дверей. «Тебе показалось, доченька. Если бы он был тут, он по-любому бы дал знать», — ответил Микоте с улыбкой, смотря на дочь. А в этот момент Наруто глядел, как во дворе дома Куриной. Бегает Мирая и старается бросить правильно Куны. «Доченька, ты где?» — выкрикнула Курина, выходя во двор. Куриный сын сказал Наруто, появившись перед Мирой. «Наруто-кун», — ответил Куриный, видя Намикадзе с костетами. «Вы кто еще такой?» — спросила Мирая и навела Куны в сторону Наруто. «Я Наруто-намикадзе учиха, отступника и сранга. И хороший друг твоего отца», — сказал Наруто, присев на корточки, смотрев в глаза юной наследницы Сарутаби. «Что?» — с страхом на лице ответил Мирая и начала отходить назад. «Ведь все знали, что Наруто-намикадзе учиха отступник. И об этом говорили в Академии, когда зашла тема насчет клана учих. «Доченька, не бойся, это друг твоего отца, и он последний из храма огня». Прижав к себе дочку, сказал Куриный. Но мама еще не успокоившись с страхом, ответила Мирай. «Это костер твоего отца. Думаю, он хотел бы, чтобы я передал тебе их и обучил тебя», — сказал серьезно Наруто, вставая и выпуская свою ки. «Куриный Иисан, вам лучше спрятаться где-то. Сейчас в деревне будет бой», — договорил Наруто и пропал в Шумшине. Куриный, махнув головой, взяла дочку и они отправились в убежище. Куда уже больше половины деревни отправили. И когда уже Акацуки были около ворот, точка Наруто заметил тех, кого не думал встретить больше потери. Когда Наруто увидел их, он был в шоке. Ведь он не мог поверить своим глазам, что это случилось. «Ты как будто призраков увидел», — сказался этот, глядя на Наруто. «Вы же сказали, что не вмешивайтесь в проблемы пяти стран», — ответил Наруто, приготовив кастеты. «Даже не думая нападать малыш на Микадзе, точка ТС лобби любого из нас», — высказал Казума, достав оружие. «Асума недолго протянул против нас, а ты сразу умрешь». С улыбкой сказал мужчина и решил убить Наруто с одного удара. Но Наруто достал свой казарь из рукава. И в его глаза появился Мангёк Юшаринган, точка этого никто не ждал и стража была удивлены. Что у Наруто два глаза с Мангёк Юшаринганом? «Что же значит безбойни не обойдется», — сказалось это, понимая, что Наруто по силе сейчас как они. «Чирикусан где?» — спросил Наруто, не видя его среди врагов. «В обменнике, где же еще ему быть?» — ответил появившийся Кыкузо. «Я же говорил, что это аукнется», — тихо высказал Наруто, вспоминая своего дугая наставника. «Ничего, скоро с ним увидишься», — уёбок выкрикнул Хидден и хотел убить Наруто, используя косу. «Техника теневого подражания», — услышал Наруто и увидел Шакамару, который поймал Хиддена в тене. «Рассинган», — выкрикнул Минато, появившись с Какаши и атаковали Кыкузо. И появились Учихи во главе с Итачи. «Не думал, что придется биться против всей деревни», — сказал Пейн, глядя, как собрались все джанины. «Твой противник я, ты ответишь за кисами», — выкрикнул Наруто и напал на Пейна. И началась битва Стражей и Акацуки против Шинаби Канахи. И с полдня по деревне раздавались шумы боя. И в конце концов, Наруто смог убить Пейна, зная его слабости. Но не бывает, что каждая битва без потерь. Когда битва закончилась, Наруто держал тело отца на своих коленях и видел, как ушла его жизнь. «Это многие видели и поняли, что теперь Канаха осталась без Хакаги. Ана Микадзе-младший встал и понес тело отца домой. Микото, увидев Минато мертвым, хотелось держаться, но у нее началась истерика. Киоши пробудила трехтамииной шарингом. Наруто хоть и многое видел, но не смог нормально перенести смерть отца. И вырубился, его забрал Арачимару, а не пропалившую Мшине. Начало мести. В этот же день были похороны всех, кто погиб в нападении на Канаху. Наруто не смог прийти, так как Арачимару вырубил его. Чтобы на Микадзе мог отдохнуть, а то он и так много чакр потратил сил на бой. Так спустя месяц Наруто узнал, что клан Учих был вырезан. Саски, Итачи, Изуми, Киоши и Мирай. Спаслись с деревни. Кушина, Фугаку, Микото, Курин и Херузин. Понимая, что детям нужно время, чтобы покинуть деревню. Нужно было выиграть время. Арачимару встретил оставшихся из клана Учих у себя на базе. Киоши хотела поговорить с братом. Но не могла его найти, пока Арачимару не зашел в комнату. Арачимару, сына, где брат? Спросила Киоши, не зная, где еще искать Наруто. Наруто сейчас тренируется в пещере Рьючи. Тебе лучше тоже начинать тренировку. Твоим сенсием Будую. Ответил Змейный Сынин и вышел из комнаты. Киоши хотела что-то сказать. Но Арачимару уже вышел из комнаты. Саски, Итачи, Изуми пытались понять, что пошло не так. И кто причастен к убийству всего клана. Пока у них не подбежали двое маленьких детей. Вы еще кто такие? Спросил Мадара, смотря на Учих с подозрением. Мы друзья Наруто, ответил Саски, видев ребенке копию Наруто. Папа закричал Шису и появился Наруто с большим свитком за спиной. Шису не кричит и так мама спит. Ответил на Микадзе с улыбкой на лице и посмотрел на Учих. Вы что тут делаете? Договорил Наруто, брав сына себе за спину. Клана Учих больше не существует. С грустью ответил Итачи и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Что блять? Переспросил Наруто, не поняв. Пока мы были на задании клана, точка Иха всех убили, выкрикнул Саски и повернул голову в другую сторону. Чтобы его слез не было видно. Мама, только и мог сказать Наруто, поняв, что сказал Саски. С нами прибыла Киоши и Мирай. Курина Исан, Микоты Сан и Хирузин Сама, выиграли нам время, сказала изумевидя на лице Наруто. Злость и грусть одновременно. Наруто тихо молча покинул комнату, точка и все кто был на базе почувствовали эту чакру. От которой так и веяла смерть, точка. Но Арачимару быстро успокоил Наруто и отвел его к себе в лабораторию, точка. Ведь не зря же Санин пропал в свое время на два года. Арачимару когда пропал отправился на поиски Биджу, точка и смог найти Пятихвостого, которого хотели запечатать точкой, но Арачимару не дал этого им сделать. И сам запечатал его в свиток. Так шло время и про выживших учих забыли. Думая, что они умерли уже, точка и когда было собрание Каги, Наруто собрался туда, точка появившись там с Саски и Тачи. Опаньки не думал, что кто-то из учих остались в живых, сказал Райкаги в виде троицу. И со всем уважением к вам, Каги, точка, но прошу вас покинуть этот кабинет, кроме вас, Хакаги, сказал Наруто и активировал шарингом. Не думая, что твои глаза что-то смогут против меня, ответил Пятый Хакаги. За убийство всего клана Учих, точка за предательство деревни и чести, Каги, точка, я пришел убить вас напрямую, сказал Наруто, достав два кастета. Кто-то встанет на пути. Будет убит вместе с Хакаги, договорил Итачи. Против нас у вас силенок не хватит, сказала Мизукаги, смотря на Наруто. Мизукаги не стоит недооценивать нас, точка, прошу вас, Каги Кума, Ивы, Суны и Тумана. Дайте нам сделать, зачем мы пришли, пытался убить Наруто по-доброму. Убьешь меня, начнется война, сказал Хакаги, пытаясь выиграть время. Тогда я Наруто на Микадзе Учиха готов к войне, высказал Наруто, выпустив свою ки и ки пятихвостого. Не стоит ее начинать, во сколько трое, а нас тысячи, сказал Райкаги, смотря на Учих. И трое Учих переглянулись между собой. Если вы сейчас не уйдете в сторону, точка, мы объявим четвертую мировую войну, точка, после Акацуки вы будете как дети. Для нас серьезно, сказал Наруто и пошел в сторону Хакаги. Не так быстро, сказал боец Анбу. Итачи быстро его убил, используя куны, точка, Саски воспользовался моментом и убил Хакаги. И все. Спросил Наруто, смотря на голову Хакаги. Нет не все, сказал Хакаги, выходи из тени. И голова пропала с пола, как и тело. Райкаги Сама, из Бесама извлекли Беджу, сказал один из подчиненных Кума. С каждым джинчирики так будет. Сказал Саски, активируя шарингом. Даю за голову этих троих по 50 миллионов. Ре предложил Хакаги, смотря на Каги других стран. Не думайте всех ваших Беджу мы уже забрали. Парировал Наруто и сел на свободный стул. Если не вернешь, что взял? Поплатишься за это, сказал Цучи Каги, глядя на Намикадзе. Попробуй забери, ответил Наруто даже несмотря на Цучи Каги. Хочешь войны, что же будет тебе война? Очень быстро и за пару минут мы убьем вас, выкрикнул Райкаги и хотел убить Наруто. Хани так быстро дедуле Райкаги парировал Наруто, уйдя под землю и увернулся от удара. После чего Итачи посмотрел на стену и выжег там слово. Через два дня придем сюда за Хакаги. Или ждите войны, было выжжено на стене. Да это будет сама быстрая война в истории, сказал Хакаги, смотря на послание. И Каги начали пропадать. В финал через два дня Наруто прибыл в зал совета Каги и не увидел там Хакаги. Что означало начало войны Шиноби. Осознав это и последствия войны. Он готовился, не к бою против Шиноби и многих стран. А к бою против Каги. Послав своих людей по деревням. Он решил узнать информацию кто и как готовится. Когда понял, что никто не воспринял их всерьез и собирались отправить только Джанина в деревню. Это сильно удивило всех очих. Что их так сильно недооценивают. И когда уже Джанина искали очих, Наруто, Саски и Тачи сами появились напротив них. Не думал, что вы Кагашисан, пойдете за деревню. Которая убила все, что дорога, сказал Наруто, смотря на Хатаке. Ты не знаешь, что говоришь Наруто. Твой отец не хотел бы войны, ответил Кагаши, думая образумить на Микадзе. Скажите это вашему отцу, которого убили. Парировал Наруто, активируя Шаринган. И загнал Хатаке в Гендиюцу и показал ему документ. Где было указано, что Сакума Хатаке было приказано убить. Кагаши видя это было шокирован. Ведь он думал все время, что его отец покончал с собой из-за его слабости. Ваш отец считался герой деревни для многих. Но для меня он не герой, а легенда, которая умерла из-за конохи, пытался донести правду, сказал Наруто. Понимая все это, Кагаши использовал Шуншин и пропал. Он появился на стороне Наруто. Убивать вас не хочется. Я понимаю, что у вас есть семья, которая в вас всех ждет. И у меня тоже есть семья, как и у вас. Просто поверните назад и уходите. Сказал Наруто, пытаясь объяснить Шинобе. Что с мыла нападут нету, ведь если что. Их семья останется одна. Они знают, что мы сами пошли на это задание. И не будут горевать долго по нам, ответил Шинобе Куму, выходив перед. Не дай бог вам потерять их когда-нибудь из-за вашей ошибки. Лучше берегите, что у вас есть. Передайте всем Каги, я буду ждать всех в долине завершения. Там и будет бой Каги против нас, парировал Намикадзе и Учихи пропали с Хатаки. А кто сказал, что они придут? Спросил Шинобе Тумана, видя, что Наруто остался один. Не придут они, приду я. И тогда деревня падет из-за ошибки вашего Каги, ответил Наруто с улыбкой и выпустил Ким. Надо его убить, пока он один тихо предложил Шинобе Канохе. Ошибаешься, я не один. Пока вы думали, что делать и куда иди. Вас окружили и сейчас у вас два выбора. Напасть и умереть или развернуться и вернуться живыми домой и видеть улыбку родных, высказал Наруто, готовясь к битве. И чтобы убить Шинобе развернуться, Итачи и Саски использовали Сусану. В виде это Шинобе начали пропадать в Шуншине. Понимая, что нападения не будет, Наруто пропал в Хирайшине. И когда наступило время, Наруто один появился в долине Завершения, где были пять Каги. Но около Наруто появились четверо Шиноби, которые по силе были ровно Каги. Орочимар возьми на себя Хакаги, Итачи на тебе Мизу Каги, Саски Кази Каги, Какаши Сан Цучи Каги. И нам не Рай Каги. Обдумав в голове план, высказал Наруто и напали на Каги. Бой был равен не точь то уровня Каги. О битве как на войне, когда сталкивались с самой сильной Шиноби. И в один момент появился Зицу, чтобы взять тело Наруто под контроль. Но Намикадзе, видя Зицу, понял и использовал клон, как приманку. И когда Зицу уже был рад, что возьмет тело Наруто под контроль. Настоящий Намикадзе появился за спиной и загнал его в Гиндюцу. Я знаю правду про Кагу. Но ей нужно было тебе манипулировать людьми. Из-за тебя многие погибли, хоть ты и не человек, а выродок. Мне тебя жаль Зицу, ведь ты всю свою жизнь, зная ее больше всех. Прошил ее Акак Дермо Собачья. Сначала был на побегу шкаучих, потом Акацуки. А теперь умрешь, сказал Наруто, поставив на Зицу печать. Ты не мог прочитать надпись без Ренингана. Парировал Зицу и глаза Наруто изменились на Ренинган. Я не просто так скрываюсь, когда нужно. Но как легко тебя было вытащить из укрытия, ответил Наруто. И Зицу загорелся. Видя, что Зицу горит и кричит. Никто не понимал вообще, кто это такой. Арачимару кончай с ним. Каги Кума, Суны, Туманы и Вэя. Так было нужно, чтобы раз и навсегда покончить с Акацуки, сказал Наруто. Арачимару убил Хакаги. Что это означает? Выкрикнул Раикаги, который хотел битвы. Уходим, не стоит искать нас. Поверьте, Каги так было нужно всем. Не только нам, сказал Наруто. И все учихи с Арачимару и Хатаки пропали. Придя на базу, Наруто все объяснил своим знакомым. Что на собрании Каги он почувствовал Зицу. И его нужно было убить как можно быстрее. Наруто знал, как его выманить из-за укрытия. ВСЮ поняли все быстро, особенно Арачимару. Который успел взять немного от Зицу и проводил уже эксперименты с его генотекой. Через полгода все страны смогли все понять, что к чему. Хотя им каждый день все объясняли посланники Наруто. Уитачи Сазуми родился сын. Они назвали его Фугаку. А Саски начал встречаться с девушкой Зывы. Как потом они узнали, это внучка Цучикаги. Чимаанаки не был рад, ведь он не мог смириться, что Учхо встречается с его внучкой. Но с другой стороны он был рад, за внучку. Просто не показывал этого никогда. И насчет Наруто он обучал Мирай, что ты там могла стать стражей. Как и просила его куриная. Мадара и Ашису были очень способны Мишиноби. Ведь Арачимару и Наруто возглавили деревню Дождя. Змей занимался документацией, а Наруто отправкой Шиноби на Мисси. Какаши один раз оправившись за задание встретил девушку, которую один раз арестовал в Канохе. Она когда ему понравилась, но увы ее отправили в другую страну. Но увы у судьбы свои планы. И они начали встречаться. Даже спустя пару лет после битвы против Каги. Оба Наруто не забывали Каги других стран. Но Каноха как не старалась. Не смогла вернуть Учих в деревню. Поэтому Наруто объяснил шестому Хакаги Шикаку. Что Учихи больше не будут оружия Канохи и теперь они сами по себе. И была еще одна новость для Наруто. Кемира сообщила ему, что скоро у них будет мальчик и девочка. Наруто уже знал, как назовет сына. А Кемира решила назвать дочь Микоты. Токара Чумару не говорил имя ее мамы. Уитачи тоже скоро должна была родиться дочь. Ее решили назвать Кушина. А что дальше, это другая история.